Хотела бы поприветствовать участников нашего специального курса. Как вы видите, у нас есть отдельный чатик в Телеграме для общения, и там будут все напоминалки. Активно всех приглашаю, подключайтесь, пожалуйста. Я думаю, что нашим лекторам тоже будет интересна небольшая информация, и ребятам тоже, может, для старта, для знакомства. В этом году нам поступило 183 заявки. Мы отобрали 89 кандидатов. И в этом году, что самое интересное, у нас очень нестандартная аудитория. В том плане, что у нас обычно больше девушек, но не в этом году. И обычно больше ребят по профилям международные отношения и юриспруденции. Но в этом году у нас айтишники превалируют, и это здорово. Мне кажется, что будет очень интересно. Выделила отдельную статистику по профилям. Отдельно сформировала импровизированное облако тегов. Это профили, которые у нас присутствуют по одному, максимум 3 человека. Они, к сожалению, в эту картиночку у меня не влезли, но не хотелось убежать. И поэтому решила, что тоже нужно упомянуть, что у нас есть разные профили. Это здорово. Как раз управление интернетом, как многие ребята отмечали в своих заявках, это про многосторонний подход и участие разных специалистов из разных профилей. Потому что интернет, он, скажем так, для всех. Не только для айти. Да, потому что ребята писали, некоторые заявки были о том, что это только для Роскомнадзора и только для тех, кто занимается протоколами и технологиями. Но это не так. Ребята уже обратили внимание, надеюсь, это было и в информации, которая была перед подачей заявки, перед нашей анкетой, что у нас три лекционных дня по две лекции. Также будут отдельные два дня для насыщенной групповой работы. И отдельно, тут уже по желанию, участие либо очное, либо онлайн на нашем форуме по управлению интернетом, которому приурочен наш специальный курс. Мы отдельно еще вернемся к организационным моментам по поводу представления наших тезисов. И вот забегая вперед, скажу, что в результате групповой работы должны сформироваться такой молодежный взгляд на актуальную повестку в сфере управления интернетом. И мы, собственно, и представим этот взгляд на форуме. Все ссылки для подключения будут направлены накануне мероприятий, чтобы вас не спамить всеми этими ссылочками, чтобы вы не запутались. Все будет в Телеграме, в том числе и рабочие наши видеозаписи, лекции и групповых работ. Вдруг кто-то не сможет присутствовать, например, на первой. Для получения сертификата мы хотели бы, чтобы вы поприсутствовали хотя бы на половине, желательно, конечно, побольше. Нам важен каждый участник и каждый голос на половине наших лекций. И ждем от вас активное участие в групповой работе, как раз чтобы сформировать наши молодежные тезисы. Это список проблем и возможных способов их решения. Мы будем работать в такой платформе с помощью инструмента создания карт Миро. Ссылочка есть в нашем чате в Телеграм, и я ее продублировала в чате в Zoom. Для того, чтобы отметиться, чтобы мы контролировали посещение, пожалуйста, это самый простой на самом деле способ, никаких отдельных предложений не нужно. Я буду контролировать, конечно, список участников, но желательно, чтобы вы точно попали в наши списки журналов посещения. Пожалуйста, пришлите плюсик в чатик. Если у вас какой-то интересный, необычный ник, пожалуйста, укажите в скобках ваше на самом деле шнэ, на реальное имя и фамилию, чтобы я смогла, естественно, вас отметить. Потому что я уже вижу, что у нас есть ребята, которых прям так сходу и не скажешь, кто это у нас конкретно. Например, вот у нас есть Павел, и Павел у нас без фамилии. Честно говоря, у нас не один Павел на нашем курсе. Поэтому, пожалуйста, на всякий случай продублируйте. Спасибо за понимание. И самый последний момент рекомендации. Пожалуйста, не откладывайте до 3 и 6 апреля работу над молодежными тезисами. Во время лекции, если удобно, хотя я понимаю, что хочется максимально вникнуть в контент лекции, ну, пожалуйста, не откладывайте. Возможно, сразу после лекции у вас будет доступна видеозапись, и вы сможете наполнить нашу карту заметками, основными тезисами лекции, какой-нибудь дополнительной информацией, которую вы нашли, интересные какие-то источники по теме. Все это нам пригодится для того, чтобы составить молодежные тезисы. С нуля их составлять будет практически нереально. Нам нужна наша отправная точка, и вот эта информация, которая будет представлена на лекции, ее желательно законспектировать вот такими заметочками, которые есть на нашей карте. Продолжение следует...